И вот настал Заветный час Куранты блюда у нас раз Мы Вместе Водим хоровоз Встречаем дружно Новый год Браво Дорогие телезрители, это был Артем Гоголев Ученик первого класса Школы номер 35 Привет, Артем Готовишься к Новому году? Да Что ждешь от Деда Мороза? Микрофон поближе подержи И расскажи Я жду от Деда Мороза Много игрушек Лего Машинок Сейчас он наверняка тебя по телевизору Посмотрит, увидит и скажет Вот Артему точно надо привезти игрушки И лего, да? Я знаю, у тебя недавно был день рождения Сколько тебе лет исполнилось? Семь Семь лет? Праздник был? Да Торт был? Да Какой был? Оптимус Прайм Ничего себе! Ты любишь трансформеров, да? Ох ты молодец, Артем Спасибо большое тебе, Артем Пока не от Дедушки Мороза А от меня вот тебе такой маленький сладкий подарок Хорошо? Спасибо Пожалуйста Ты только далеко не уходи Сейчас пока иди к папе Ага Дорогие телезрители Доброе утро, Туманне И сегодня вы смотрите Город женщин С вами буду я, Мария Павлова А сегодня мы будем вспоминать Каким же был Новый год наших родителей Наших бабушек и дедушек Ретро-Новый год Тема нашего сегодняшнего эфира Добро пожаловать в Город женщин Всем доброго дня И мы начинаем 50 лет рука об руку Плечом к плечу К нам пришла Золотая семья Шишкиных Это ветераны труда Обладатели Знака гражданской доблести Нина Николаевна Леонид Андреевич С внуком Кириллом Доброе утро, дорогие гости Доброе утро Поздравляю вас с такой знаменательной датой 50 лет Как отметили? Ну, в принципе, отметили хорошо Потому что просто волшебно Воспомнительно сильно Во-первых, нас торжественно поздравили в нашем ЗАГСе Все так было торжественно Как будто, когда были молодоженами Подваль с милиционом В принципе, все очень было хорошо Ну и, соответственно, потом в ресторане посидели Все родные и близкие узким кругом Здорово! А помните свою свадьбу, свою первую встречу Как все начиналось от 50 лет назад? Это наверняка вопрос к Леониду Андреевичу Долго ухаживали? Очень много Никак не соглашалась Долго кокетничала? Ой, извините Вот так подержите, пожалуйста Раньше молодежь Нужно кафе Пришли мы там с другом И она с подружкой Поближе держите Вот так и познакомились Сразу завоевала ваше сердце, да? Белокурая красавица? Она да Да, точно Ну, за что белокурый-то Точно белокурый был Как ахуль Бла худенькая, стройненькая, красивенькая Сразу на нее я клюнул Нина Николаевна А он какой был? Ну, в принципе, в 68-м году Вот так получилось, что Я закончила медицинское училище А он закончил физмат В смысле, вот, выпускники были Он вроде бы закончили Свободные люди от учебы, от всего И, в принципе, вот как-то так получилось Что это, ну, тоже такой серьезный парень был И, по крайней мере Высокий, статный, красивый Высокий, красивый, да Преподавал он в 26-й школе Физику, математику В 70-е годы? Ну, вот, да В 68-м году закончили И он в 69-м уже преподавал в 26-й школе А, помните, вот сейчас мы видим как раз фотографии Ваши свадебные, молодые Какие вы красивые А сейчас расскажите о своей семье Сколько у вас детей, внуков? Ну, вот пусть Леонид Андреевич Леонид Андреевич Ну, как я помню, двое детей Четверо внуков Самому старшему 26 лет Самой маленькой 6 лет Ну, внуками мы гордимся Как и детьми Дети сейчас в МЧС служили и служат Подполковников Внутренней службы В Албании у нас Ух ты! Да, мы тоже говорим, ух ты Надеемся жить до полковника У нас еще младший служит пока в МЧС Он еще молодой Ему 37 лет Ну, генералу, конечно, не будет Но подполковником будет Может мне, Гарри, ну, слышится Посодействует Начальник его Это уже видишь Наверняка Ну, а внук у нас Старший внук Программист Чемпион мира Союз студентов 15-го года Живет в Питере Викус что-то не хочет А младшие внуки Чем занимаются? Кирилл, может, ты сам расскажешь? Ну, я до этого увлекался Спортивным плаванием Профессиональным Я имел первый юношеский разряд В данный момент Я занимаюсь футболом А-а-а А ты вообще в свою взрослую На заметочку скажем Кирилл учится у нас сегодня В шестом классе Ему 12 лет, да? Ага А в будущем ты хочешь Свою жизнь связаться спортом, да? Панируешь? Ну, да Ага Вот к бабушке, дедушке Часто приезжаешь? Ну, да Что делаете вместе? Ну, иногда мы можем Состряпать что-нибудь Допустим, пиццу Копаем Копаем картошку Сделали кольцо Для баскетбола И играли вместе Ух ты С бабушкой, с дедушкой? Да Да какие вы молодцы Они же молодцы Ничего себе А давайте вспомним Все-таки у нас Тема ретро Новый год Какой был Новый год Вашей молодости Юности Когда дети Еще были маленькие Какие традиции Вы у вас зарождались Как вы отмечали его? Ну, в принципе Новый год Это самое Как-то мы Все равно Собирались Только с семьей Обычно Вот у нас Такая-то традиция Что мы Независимо от Всяких Каких-то проблем Всегда собирались Вместе Прежде чем Оготовились Это вместе Садились И лепили пельмени Ох ты Да Поэтому У нас вот Как-то заложено Что мы Все-таки Это такая вот Дружная семья И вот И дети помогали И раньше же Таких уж Особливых игрушек Не было Новогодних Поэтому мы Даже какие-то Самые поделки Делали Ну, в общем Как-то вот Все равно Дружно все было Все вместе Все-таки Совместная деятельность Она сплачивает семью Да? Янин Андреевич Вы пельмени лепили? Конечно Обязательно Какие вам нравятся Пельмени? Ну, раньше Я вообще Купные не ел Только свои Такие были Вкусные Хорошие Как-то раз Лепили Зимой На балкон Выносили Пока лепили Там раз Воробьи налетели Запомнилось Повин съели И склевали Откуда Они не знают С тех пор Отказались Или лепите? Ну, сейчас Что-то не стали мы Сейчас Как отмечаете У вас Семья же Стала больше Да Ну Все равно Собираемся Все вместе И самое главное Что у нас традиция С 31 на 1 Там вот Когда Это фейерверки Мы обязательно На площади Ленина Мы рядом живем Поэтому нам Буквально Это самое Через дорогу И мы На площади Эти там Катаются С горки Мы вокруг Ёлки бегаем Я просто Еще хотела Видят, что Главное, что Главное, что она Так любит Танцевать И вот Занимается В школе Современного танца В Тетрисе А внук Артем Васильев А вот Артем Васильев Он действительно Выпускник И аспирант Санкт-Петербургского Университета Это самое Закончил И работает там Сейчас Ну и самое главное Тоже Мальчик Мы им гордимся Он, во-первых Ездит По Ну По разным Странам И читает На английском языке По программированию Вот Это самое Ничего себе Лекции Да Мы гордимся Здорово И вообще Мы всеми внуками Гордимся Они у нас Хорошие Красивые Конечно Есть Кем гордиться Чем гордиться Ради кого Жить Развиваться Скажите Вот В чем Как вы думаете Секрет Семейного Долголетия Ну Наверное На мелочи Не обращать Внимание Друг Другу Уступать Обязательно Вот Мне кажется Самое главное Уважение И уступать Друг другу Вот это Долголетие Есть Послушаем Мужское мнение Правильно Говорит Все верно Так и есть Так оно Есть Золотые слова Кто должен Уступать В семье Больше По вашему Или В вашей семье Как это Принято Ну Я думаю Что Даже Женщин Уступать Вот так И получается Наверное Вот мы Вас пригласили На эфир И хотим С вами Немножечко Поиграть Яночка К сожалению Сегодня Не смогла К нам Присоединиться Внучка Поэтому Мы хотели Чтобы Артем К нам Нам тоже Помог Артем Подходи сюда Пожалуйста Вы с Кириллом Будете В одной команде Хорошо Вот Подвиньте сюда Пожалуйста Да Или Садись Кирилла Да Кирилл Сюда Пересядь И Сюда Артемка Рядом Вот вы будете В одной команде Бабушка С дедушкой Во второй Команде Хорошо Сейчас Режиссеры Нам покажут На экране Фотографии Ваша задача Угадать Что это Сейчас Для кого Вопрос Для детей Кирилл И Артем Давайте Внимание На экран Посмотрите Вот Что же Это такое Микрофон Говорим Ребят Кирилл Магнитофон Магнитофон Есть версия Почти Почти Это музыкальный Инструмент Такой Артем Ты знаешь Что это Нет Не знаешь Бабушка С дедушкой На помощь Ну я так думаю Это патефон Раньше Называли Крутили Вот это Самая ручка Запомнили Ребят Музыку Слушали У вас был Такой Да У меня Не было У тебя Не было Они уже Современные У тебя уже Не будет Артем Давайте Следующее Вот это Вот что Такое Кирилл Артем Печатный Станок Микрофон Печатный Станок Машинка Ну да Можно сказать Это Компьютер Того Времени Все На нем Печатали Все документы Все бумаги И Не было Права На Ошибку Да Видишь Давайте Еще Следующее Это Вот Что Такое Артем Твоя Версия Это Такая Стука Которая Подзаряжается И Что За Коробочка Радио Радио Правильно Кирилл Очень Спидала Это Вот Что Такое Понятно Кирилл Ну я знаю Но я забыла Как это Называется Ты Видел Такую Вещь Да У меня Даже Есть Дом Ты Что Им Делаешь Да Особо Ничего Просто Есть Жить Артем А у тебя Есть Представление Что Это Такое Нет Нет Так Это Калькулятор Того Времени Да Можно Сказать Так В каждом Магазине Было Да Это Говорили Уже Говорили Нет То Был Компьютер А это Калькулятор Разные Вещи Тут Считать А там Писать Так Дальше Это Что Такое У вас Было Такое Да Конечно Пользовались Пользовались Да Это Что Такое Артем Это Какая Такая Точилка Микрофон Скажи Это Какая Точилка Точилка Кирилл Ну Они Стирают Раньше Стирали Молодец Ты Видел Такое Как Стирали Бабушка С дедушкой Или Как Нет Ни разу Не Видел Но Знаешь Молодец Хорошо Так Теперь Вопрос Старшему Поколению Николаевна Леонид Андреевич Ваша Очередь Это Что Такое Ну Это Типа Мультиварки Или Что То Такое Правильно Наверняка На кухне Варк Да Конечно Это Было Легко Так Дальше Это Что Такое Ну Это Мы Как То Помню На День Рождения Дарили Ну Это Типа Так Он Называется Ну Типа Вертолетик Со Мно Точно Я Сказала Они Знают Что Это Дрон Дрон Все Наоборот Получается Правильно Дальше Это Это Что Так Дети Молчим Мальчики Молчим Вообще Без понятия Что Такое А Что Такое Ну Есть Вопрос У меня У меня Такие Есть Ну Наушники Что Или Наушники Правильно Ну Просто Формы Иногда Тут Так Ну Звивает Стоп Беспроводные Ну Беспроводные Наушники Да Они Бывают Разные Формы А Вот Это Вот Что Такое Это Чудо Пылесос Вот Видели Ту Ребят Помните Да Которые Предыдущие Которые Сказали Заряжающаяся Штука Теперь Я 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 Она Говорит Я Буду Сегодня Убираться Садится Там Читает Включит Его Он Там По комнатам Ходит Все чистит А дома Чисто Да А это Что Ну Это Подсказывай Ну Подскажи Артем Это Надевают И там Включают И там Вы Видите У Я Были Такие Еще Там Что Видели Кирилл Давай Скажи Что Это VR Очки Как Очки VR Виртуальная Реальность Это очки Виртуальная Реальность Вот Все Наоборот Что Значит Поколение Сколько Связь Поколение Все Таки Она Есть Мы Поняли Спасибо Большое Ребята Опять Без Наушник Да Это Уже Наушник Артем Все Заканчиваем Спасибо Большое Молодцы Ребята Так Нина Николаевна Леонид Андреевич Спасибо Большое Что Посетили Нашу Студию За Таких Внуков За Таких Детей Мы Желаем Вам Дожить До Благодатной Свадьбы Как Минимум Спасибо Чтобы Все Чтобы Даже Кирилл Стал Полковником Спасибо А мы Продолжаем Наш эфир Дорогие Телезрители Ничто Так Не Переносит Нас Прошлое Как Хорошее Кино И Давайте Посмотрим Ретро Подборку Отличных Новогодних Картин С наступающим Вас Давайте Вспомним Старые Добрые Новогодние Фильмы И Начнем С Киноленты Чародеи Которая Подарила Нам Немало Праздничных Хитов Это Новогодняя Сказка О том Что Настоящая Любовь Может Творить Чудеса Все Чего Желает Главный Герой Иванушка Это Расколдовать Свою Невесту Своего Возлюбленную Аленушку И он Готов Совершать Ради Этого Самые Немыслимые Подвиги А помните Прекрасную Людмилу Гурченко С песней Так вот Она Из фильма Эльдара Рязанова Карнавальная Ночь Который Вышел Аж В 1956 Году Его Обязательно Стоит Посмотреть Для Поднятия Новогоднего Настроения Фильм Концерт Показывает Не только То, что происходит На сцене Но и то, что случается За кулисами Причем с очень добрым И пронзительным Юмором Следующая кинолента «Личная жизнь» Деда Мороза Вышедшая В 1982 году Это рассказ О новогодних Приключениях Обычного актера Роберта Подрабатывающего На детских елках В роли Деда Мороза Он считает Что не бывает Маленьких ролей Но к чему же Его приведет Перевоплощение В Дедушку Мороза Узнаете Если посмотрите Все фильмы Из данного списка Есть в свободном доступе В интернете И этот Не исключение Это веселая планета Вышла на экраны В 1973 году Итак Прилетевшие на Землю Инопланетяне Попадают Навстречу Нового года В обычный Дворец культуры Столкнувшись Со множеством Загадок Они постепенно Приходят К пониманию Того Что земная жизнь Без шутки И смеха Без искусства И любви Просто невозможно А что если Праздновать Наступление Не только Нового года Но и Нового месяца И новой недели И нового дня И заканчивает Наш список Удивительная И потрясающая Сказка Морозка Которая унесет Вас на санях В детство И подарит Пусть и маленькое Но Настоящее волшебство Кинолента Подходит для просмотра Всей семьей И будет интересно Как самым маленьким Так и самым взрослым С наступающим вас И приятного просмотра Так уютно мне становится Когда вот смотришь Такие фильмы И пересматриваешь Картины Сразу вспоминается Отчий и родительский Дом Детство Как мы с братьями И сестренка Такие маленькие И мама Готовит что-то вкусное И вот Я сегодня даже Принесла такой телевизор Это самый первый телевизор Моих родителей Я помню как Мы по нему смотрели Черно-белые передачи Новый год конечно не помню Но Помню как он у нас На кухне стоял Так Мы продолжаем наш эфир И золотую пару Мы уже поприветствовали И далее я хочу Поприветствовать У нас в студию Молодую пару Которая недавно Отметила свою Самую первую Годощину семейной жизни Это очень интересные люди Я сюда пригласила Свою коллегу Талантливого тележурналиста Режиссера кино и телевидения Прекрасную маму Отличную хозяйку Красавицу Жену Нюргьяну Джоал Антонову С ее супругом Романом Петровым Должность которого Мне прям даже сложно Тут на полстраницы У меня написано Младший научный сотрудник Лаборатории Биогеохимических циклов Мирблот Включивайтесь Вкратце Мой муж Он научный сотрудник Он без пяти минут Кандидат биологических наук Работает, Роман В институте биологических проблем Криллитозоны Вот так вот А написано на полстраницы Да, звучит сложно Привет, ребята Поздравляю вас с годовщиной Спасибо Спасибо Как отмечали? Ну, я заболела Поэтому мы не отмечали Нашу годовщину 21 декабря Поэтому сегодня В этой студии Мы решили отметить Вместе с тобой И с нашими телезрителями Которые смотрят сейчас Нас во всей республике И не только Нашу первую годовщину Мы ее решили отметить Оригинально И мы сегодня будем Даже поделку Новогоднюю делать Да И какой же Новый год Без таких прекрасных фруктов Как мандарины Это точно Да, мандарин Всегда ассоциируется у нас С Новым годом Поэтому мы будем сегодня Делать букет Новогодний Для подарка С мандаринами А, конечно, мы бы это Посмотрели в Ютубе Кто в Ютуб не заглядывал? Идей там полно А воплотить Вот сегодня Воплощать будем сами Ага Давайте пока начнем Роман Извини тебя Перебью Мы же еще Принесли Елочные игрушки Ага Это вот Да Это мои игрушки С детства Это очень старые игрушки Они такие плотные Мне кажется Они с моим телевизором Ровесники Действительно Да Походу Они ровесники Но кроме этих игрушек Я принесла еще Другую игрушку Ты мне муж В этом году Привез из Японии Елочную игрушку И прямо Из елочной фабрики Ага Роман Расскажи, пожалуйста Так Фабрика находится В городе Фобо На Саппор Рядом Саппоро На архивилаге Хоккайдо Ох ты И она знаменит За тем, что Изготавливают Стеклянные игрушки Ну получается Не только игрушки Но стаканы Знаменитые своим стеклом У Романа Есть традиция Новогодняя Да Ну не то, что новогодняя Куда бы он ни поехал Он привозит своей маме Новогодние игрушки А теперь он привозит И мне Новогодние игрушки Это его первый подарок Вот к Новому году Ага Да Мы забыли Нергеяна Вот каждый наш Новогодний корпоратив У тебя бывают Такие классные Костюмы маскарадные У тебя с детства Это все пошло, да? Ну да, конечно Заразила меня этим Моя мама В детстве Они вместе его делали Украшали И сделали красивую корону Это был замечательный Новый год Детский утренник В нашем детском саду А после, конечно, были И мальвины И принцессы И много-много Разных нарядных костюмов Мне кажется, Нергеяна до сих пор Не остановилась До сих пор Вы поделками занимаетесь, да? Любите что-то руками мастерить, да? Ну да, получается С детства так завелось С детства привык Кругами работать С отцом по даче Все делали И дома тоже Интересно все это Собирать Ребята, я знаю У вас очень романтическая История знакомства Которая связана с тем Что Юргьяна Почему-то пропала С эфиров Роман Я бы хотела Своих услышать А началось все Где? В этой же студии? В этой же студии, получается Все началось Когда она начала Выходить снова в эфир Скажем Рассказывать про кино И она начала Разыгрывать билеты Ага Передача «Кинозавод» Выходила на НВК Да, конечно Мне было очень жаль Когда передача остановилась Верни Остановилась она из-за тебя Ага И Дальше Ну Как это было там? Роман, расскажи Рома, как это меня просто Видит по телевизору всегда И Думал, что я человек Из телевизора И меня Воочию Увидеть Или Невозможно увидеть А тут такая звезда Недоступная Да А тут я начала Разыгрывать В прямом эфире Билеты в кино А он у нас очень Человек такой азартный Любит кино Очень, да Мир кино И он начал отвечать На вопросы И побеждать Первый раз победил Оставила я билеты здесь Это был его день рождения 19 марта Да Второй раз он победил А я ехала домой Он оказывается живет Ну, по дороге Ага И значит машина проезжает И фарами осветило его лицо Я увидела Ой, какой красивый Мальчик подумала А я не обратила внимания Сколько ему лет И даже не подумала об этом Ага А, и тут же Получается Уехала Ага Ну и Роман подумал Надо в третий раз Надо тоже Оказывается Оказывается Привозит билеты И можно все-таки Встретить ее Живую Ага Ну и получается В третий раз Он выиграл билет в кино Ага А, нет Он в тот же день Мне отправил Значит Сделал Сам На фотошопе Сделал картинку Фотоколаж получается Ага Фотоколаж Где я в телевизоре И стоит по четырем печке И написано Как он тут написал Как мультфильм написал Ну как мультфильм Получается То есть ты решил впечатлить Нюргьяна Ну да Ага Просто своим впечатлением Поделился Мне кажется Это судьба Прям вас свела В общем Второй Третий раз победил Чтобы уже я Конкретно приехала Сама с этими билетами Да Чтобы увидеть Меня Получается Я опять победил Я опять приехала Три раза подряд Причем побеждать Да И как приехала Так и осталась Получается У нее совсем осталась Хорошо так приехала Дорогие телезрители Сейчас короткая реклама После которой Еще более пикантные подробности Дорогие телезрители У нас сегодня Ретро Новый год И у меня в гостях Моя коллега Нюргьяна Джоал Антонова И со своим супругом Романом Петровым И они вместе Сегодня делают Новогодний букет Мандариновый А запах Запах Да Запах Запах Истинно новогодний Ага В общем мы тогда Как вот так познакомились И тогда у меня У моей подруги был ресторан И она хотела Чтобы я ей помогла С пьяром И мы тогда шутили с ней Давай устроим здесь Сто свиданий А потравится человека Платишь сама А не потравится Платит он Да И первое свидание Прошло там С Ромой Кто аплодил День знакомства Получается он Как бы мне не понравился Получается На самом деле День свиданий Эксперантуре Сессия началась У Рома Защита Вот Скоро будет И в общем Я улетела Прилетело Лето пролетело Мы уже начали вместе жить Потому что Мы поняли что Мы похожи Друг с другом Потому что мы По знаку Зодиака Одинаковые Потом Мне кажется Вы даже вместе Внешне похожи У нас мама Увна Да У нас мама Очень похожа Тоже Ага Поэтому Расскажите про свою свадьбу В общем за 7 дней до нашей свадьбы Была свадьба нашего брата Ага И мы решили тоже сыграть свадьбу За 7 дней Прямо сидя на свадьбе брата Ага Прямо перед нам Мы заразились свадьбой На свадебном настроении Да И мы за 7 дней строили нашу свадьбу Прямо 21 декабря А почему 21 декабря Какие красивые Декабря это Самый короткий день в году Ага Да Это очень хороший день Говорят Поэтому мы решили в этот день И за 7 дней у нас Началась подготовка Это было что-то с чем-то нечто Что-то невероятное Нам Афанасий Афанасев поставил танец Ага Танец с подружками Наш танец Молодоженов Мои друзья Юлиана Жюльяна и Руслан Платонов Спели В живьем песню На которой я когда-то снимала клип Который когда-то у меня на 2 звезды На проекте участвовал А сейчас Новый год как собираетесь смещать? Ну Семейно Как и в прошлом году Дома У луна В тепле Перед телевизором Да Ну и конечно же у нас есть свои традиции Мы перед самым Новым годом Съездим к родителям Ага Потом после 12 поедем на салют И поедем уже по родственникам Раздавать подарки Это прям в новогоднюю ночь? Да Прямо в новогоднюю ночь Езжу по своим родственникам По племянникам Племянницкам Племянницам А развожу подарки Семья возросла Родственников стало больше Да И получается что Эта традиция Ну как бы Будет продолжаться Потому что дети растут Рождаются Все новые и новые Букетик наш прямо Ой какой он тяжелый Красивый Так Тут И осталось завернуть в бумагу Да Ну можно такие конфеты добавить Мы добавили конфету одну Да Вот чтобы она как-то вот у нас Чем-то Дополняла Да Сам букет Его сейчас мы завернем полностью Вначале мы ее скотчем сейчас завернем Работаем Угу Чтобы у меня с вами Кроме телевизора связала еще и вместе наука Да Да Занятие наукой То есть вообще то что мы Что я в эсперантуре наукой занимаюсь Я изучаю искусствоведение экрана И наше искусство Да Ввиду того что я закончила Санкт-Петербургский университет Кино и телевидение Режиссер кино Да И телевидение А далее решила продолжить Ага Ты сейчас была в эсперантуре А у Романа Тоже эсперантур Тоже эсперантура Ух ты Прям такая семья научная Роман уже закончила Само эсперантурой Ему осталось защититься В следующем году Он уже записал Уже диссертацию Осталось там немножечко Немножечко совсем Корректировки Да Корректировки А если как Ну вот людей интересует Почему я пропала да пропала Нет Я работаю в нашей компании Режиссером В отделе новостей Это мне очень нравится Именно Для творчества Для экрана У меня есть Ютуб Букв не разрешает Есть инстаграм Даже оператор подрабатывает Да И вообще Вот со свадьбы Деньги поступили на свадьбу Да Вот подарки И мы с мужем Решили купить Наш первый хороший фотоаппарат У нас были фотоаппараты То есть ни диван Не холодильник Да А фотоаппарат Мы вложились на фото в виде оборудования В общем муж меня поддерживает Он всегда увлекался фотографированием У меня получается по работе Всегда время провожу В лесу В тундре Поэтому на природе И в связи с этим очень люблю фотографировать природу Судя по фотографиям Мы заметили Что вы очень любите фотосессии Да Друг друга фотографировать Вместе фотографироваться За год семейной жизни Это конечно потрясающе Можно вот тут чуть-чуть Стас красим Да Ух ты Снегом Как будто бы инеем покрыто Да Да Рома очень любит фотографировать И Когда мы поженились У нас фотоаппараты были неканы И Мы поняли Что у нас и увлечение У нас не тюрьмы Значит это декорство Это не фотоаппараты Это одинаковый фотоаппарат В общем Надо делать аккуратно Чтобы Говорят же Противоположности притягивать Это не про вас А это не в нашем случае Потому что мы очень творческие Да Оба И Друг друга во всем поддерживаем Поэтому наша первая покупка Такая Совместная Совместная Такая Ощутимая Это фото-видеооборудование Не только конечно фотоаппарат Купили и объектив И к нему И штатив Давайте пока сейчас Роман будет Это Обращать У Нюргуяна Есть музыкальный подарок Для наших Стили-зрителей Хорошо Так Мы тебя просим на сцену На нашу импровизированную Ну я спою сегодня песню Нашего коллеги Григория Попова Музыка Он написал 8 лет И слова Петра Табурокова Новогодняя Григория Петра Табурокова Григория Петра Табурокова Спасибо вам И песня красивая И смотрите какой букет Дорогие телезрители Он такой тяжелый Мне кажется Он может послужить Полноценным подарком Ребят Спасибо большое Что подошли в студии Я желаю вам дожить Как минимум до золотой свадьбы Как наши предыдущие гости Спасибо Спасибо вам Счастья вам И с новым годом Дорогие телезрители А вы украсили свою елочку Как сделали Это мы Помните Как мы раньше делали Это вот такими Вот фонариками Из цветной бумаги А далее у нас Наша Следующая гостья Которую я спешу Сюда позвать Это Екатерина Павлова Коллекционер Ретро-игрушек И вообще Ретро-вещей Заходите Екатерина С наступающим вас Здравствуйте Спасибо Здравствуйте Так У нас вот На столе Дорогие операторы Покажите Это вот коллекция Нашей гости Давайте Расскажите С чего все началось Я могу подойти туда Да Можем В принципе Подойти Так Вот тут у нас Часть это вот Наши предыдущие гости Оставили Ага Это вот Ваши вещи же Да Это Моя такая волшебная Тарелочка Угу Вообще-то это Не коллекция А просто Сохранение традиций Сохранение того Что было в нашей семье И Наверное Самый-самый Главный Экспонат Это Вот Можно посмотреть Здесь прямо На боку Написано Буква СССР Это Дирижабль Примерно Пятидесятые Года Сделана Когда Был бум Наверное Воздухоплавание И вот К нему же Относится Вот такой Самолетик Это у него Колесики Винт Крылья Все есть Вот Это Коих годов Это Пятидесятые Года Это Игрушки Моего папы Ничего себе Вы Ими Украшаете Ёлочку Да Раньше Смело украшали Теперь я конечно К ним трепетно отношусь И Боюсь их вешать на ёлку Поэтому Вот показываем Я очень рада Показать Всем Дорогие телезрители Посмотрите С пятидесятых Годов Какая Сохраненность Тут по-моему Даже немножко Ремонтировали Или как Да Ну Нет Мы стараемся Не трогать Ну может Папа ваш Вот эта вот Игрушка Это Это Торшир Угу Раньше Такие были Очень модные Пятьдесятые Шестидесятые Года А точно Предметы обихода У всех по-моему Были На всех ёлках Страны И вот такая вот Люстра Например Потрясающе Она сломалась Вот одна бусинка Ну Я не считаю Что нужно Её обязательно Отремонтировать Пусть Это Дух времени Красота Это всё с ёлки Вот моего папы Ага Здорово А как вы Всё это храните? Храню В старой Белой вате Укладываю Аккуратно В коробочке Достаю Только перед Новым годом Посмотрю Или вот Часть коллекции Немножечко Экспонируется сейчас В музее Моя история И в нашем Кривическом музее Здорово А про посуду Давайте расскажем Вот прям Блюдо Это фарфор Да? Это сервис Историй Тонкий Лёгкий Лёгкий Это сервис Он принадлежал Моей бабушке Угу Там прямо написано Что это 58-й год Ах ты Сейчас тоже Такие делают формы Но вот такой Росписи внутри И снаружи Конечно Сейчас такого нет Это очень тонкий фарфор Достаем его только на праздники Когда приходят близкие И самые лучшие подруги По особым случаям Да? А это вот что за блюдо? Это блюдо Досталось мне От моей прабабушки Марии Вячеславовны Верховодовой Это кузнецовский фарфор Конец наверное 19 века Ну его я сейчас уже Боюсь выкладывать На стол выставлять А так раньше конечно Когда собиралась вся большая Семья Самсоновых Вот мы выкладывали сюда Или бабушкин булочки Или что-то еще Пирожки Наверное от этого Они еще вкуснее становились Конечно Тут прямо написано Хлеб, соль Это прям воспоминания Нового года В прошлом Своего детства Да Какой был Новый год? Извините Я еще вот это скажу Потому что Это французский фарфор Перламутровый И его подарила мне Моя тетя Наверное ее Знают в республике Самсонова Клара Парфеневна Хирург Работала Раньше это называлось Якутский ней туберкулез Теперь он по цифрове Псиатрия Она защитила диссертацию В 1962 году И на защиту диссертации Ее руководитель Научный профессор Подарила Вот такой фарфор Сервис кофейный А когда я защитила диссертацию Клара Парфеневна Решила подарить это мне Ничего себе Какие истории Хранят в себе Вот эти старинные вещи Добро пожаловать в город женщин И сегодня у нас тема Ретро Новый год Образ советского гражданина Был неразрывно связан со спортом Спорт был везде В каждом дворе В каждом доме Спорт выживал в подвалах И процветал на спортплощадках А какой же он фитнес-современности В исполнении наших супер-мамочек Я передаю слово Своей коллеге Супер-мамочке Ирине Ихремовой Мама может! Скоро Новый год Праздники И все мы, конечно, хотим Выглядеть в эти дни Красиво и подтянуто Марина, привет! Привет! Что мы сегодня будем делать? Сегодня я хотела бы Показать Пять самых эффективных упражнений В домашних условиях Надеюсь, ты в этом поможешь Конечно! Первое упражнение Это у нас приседания Самое базовое упражнение Для ног Потому что здесь задействованы Все группы мышц Ножки находятся Чуть шире плеч Носочки развернуты в стороны Кулачок держим перед собой Так, уводим таз максимально назад Как будто садимся на стульчик И направляем коленки туда же Куда смотрят у нас носки Сели с прямой спиной Грудь вперед Поднимаемся на выдохе Раз! Здесь работает у нас Задняя поверхность бедра Ягодицы И четырехглавая мышца бедер Так, второе упражнение Это у нас выпады Выпады мы сделаем с места Выпады назад То есть опорная нога у нас справа И стоит на месте Левую отводим назад Садимся вниз У нас задача согнуть переднюю ножку На 90 градусов Поднимаемся на выдохе Опираясь на пяточку переднюю Третье упражнение Это у нас ягодичный мостик Нам потребуется коврик Ложимся спиной вниз Ножки у нас согнуты в коленях Ножки ставим на полную стопу Ручки по швам Отсюда Снизу поднимаем таз вверх Сжимаем на Примерно на 2 секунды ягодичный Медленно опускаем И не касаемся пола Содерживаем примерно на 2 секунды Здесь у нас очень хорошо работают ягодичные мышцы И самое главное здесь сильно не прогибаться в пояснице Корпус держим прямо Чтобы не напрягать подвуночник Переходим плавно к верхней части Четвертое упражнение это у нас отжимание с колен В нашем случае у девушек мы можем скрестить ноги То есть отжиматься с колен Ручки должны быть на уровне плеч Опускаемся на вдохе Поднимаемся на выдохе Сгибаем примерно на 90 градусов Поднимаемся на выдохе Здесь работают у нас боковые мышцы груди Это у нас проблемная зона считается у девушек Потому что здесь у нас кожа совсем мягенькая И она свисает получается Ее очень трудно подтянуть Поэтому это упражнение очень эффективное Сейчас мы сядем на скамью Кисти смотрят прямо Кисти у нас должны быть под плечами Опираемся на пятки Носочки поднимаем вверх Таз тоже отрываем от скамьи Локти направлены назад Строго назад И сгибаем ручки на 90 градусов примерно Вы должны работать именно руками За счет рук вы поднимаете свой корпус Ногами не отталкиваемся И тазом тоже не поднимаемся Работают только ручки Здесь ложимся Лицом вниз на локти Опираемся на локти Планка Локти должны находиться обязательно под плечами Корпус у нас прямой В пояснице не прогибаемся И держим корпус прямо Прорабатываются мышцы пресса И мышцы спины позвоночника Последнее наше упражнение Это у нас стульчик у стены Подходим к любой стене Прижимаемся всем корпусом Ножки сгибаем в коленях Садимся как будто на невидимый стульчик Ножки обязательно сгибаем на 90 градусов Стопа у нас находится на уровне плеч Ручки на ножки не кладем Держим обязательно перед собой Тогда у нас всю нагрузку на себя Берут мышцы ног И самое главное Вот здесь у нас работают мышцы пресса Ну вот и все Теперь вы знаете Какие упражнения можно выполнять В домашних условиях И тем самым приводить себя в порядок Не ленитесь Уделите буквально этому 5 минут в день И ваша фигура скажет вам спасибо А я говорю спасибо Марине Выполняйте Оставайтесь красивыми Оставайтесь сильными Красивыми и здоровыми Пока Пока Ну а теперь танцы Ни один новогодний вечер Ни тогда, ни сейчас Не обходился без танцев И сегодня у меня в гостях Участники коллектива Спортивно-бального танца Мозаика Под руководством Михаила Сивцева Прекрасные дамы Это Анна Григорьевна Павлова И Сарголана Евгения Заболоская Здравствуйте Прекрасно выглядите Вот Какие танцы вы все-таки любите И Какие танцы с того времени Вы Ну сохранили В своей Ну исполняете сейчас Любите исполнять В данное время да Мы занимаемся в ансамбле Мозаика В основном у нас конечно Это бальные танцы Ну Репертуар мы начали С простых танцев Так называемых Советских бальных танцев Или С ТБТ так называемые Да Мы начали с того Что мы изучали такие танцы Как Сударушка Русский лирический Фигурный вальс Вот Но сейчас мы уже перешли Идем дальше И танцуем уже вальсы Танго есть в репертуаре У нас Пасадобль Репертуар у вас широк Расширяется постепенно Ну а так вообще да Так вообще мы начали танцевать С прошлого века Мы встретились Можно сказать 18 лет Пришли в ансамбль народного Так звучит с прошлого века Да Это были 80-е годы Когда мы поступили в университет Мы все дружно пришли И до сих пор Пришли в ансамбль РЛ И до сих пор продолжаем танцевать В мозаике Но теперь уже бальные танцы Там мы танцевали Якутские народные танцы В основном Поэтому мы любим танцевать Всю жизнь Можно сказать Ну а что еще могу сказать Новый год конечно Это вот такой праздник Когда все любят встречать Весельем Танцами Там Что еще Ну как Чем отличалось Чем отличалось Да у нас Ну в прошлом веке конечно Новый год Мы встречали как тихо Дома В семейном кругу Или ходили по гостям Там делали маскарад Там и так далее Не то что Развлечений конечно было раньше Меньше чем сейчас Но тем не менее Наверняка что-то сохранилось Он сейчас у вас продолжает Оставаться таким же Семейным Уютным праздником Или вы любите В новогоднюю ночь Выезжать куда-то там Ну сейчас конечно Праздник изменился Существенно Мне кажется Стало больше Моженности Да Больше стало красивого Можно Ну как-то Больше разнообразия Да Можно праздник красиво оформить А расскажите про свой коллектив Сколько вас Как часто В неделю Встречаетесь Танцуете Это наверняка же У вас есть основная работа Основной состав У нас 10 пар Из них 5 пар семейных Вот И мы в основном Все работающие конечно И занимаемся Мы им где-то 3 раза в неделю Собираемся В ДК Кулаковского Репетируем Это вечером После работы Это вечером после работы В 7-7-7-30 И 2 часа до 9 вечера Мы репетируем А мужчин у вас Хватает? Обычно же бывает Так Среди девчонок Один только Нет Ну вот как раз у нас получилось Что основной состав Это участники ансамбля РЛ Еще помните Был такой ансамбль Сорыл Сорыл Из них вот 5 пар семейных Это уже партнеры И 5 постоянных У нас есть тоже Когда-то танцевавших Потом у нас 10 пар Вот постоянно есть Здорово Основной состав Ездим мы на гастроли Мужеской Выступаем На корпоративах Ничего себе Ага Даже отдыхать Ездят Семьями С мозаикой Да То есть у вас такой Семейно-танцевальный Коллектив Да С молодостью Мужчина Продолжается А какие блюда готовите Вы планируете Приготовить на новогодний стол Традиционно Оливье Греческие Обязательно мандарины Селедку под шубой Селедка под шубой Нет, но обязательно Что-то новенькое Надо будет посмотреть Сейчас очень много возможностей В интернете можно посмотреть Обязательно какие-то новые блюда Приготовить Хотя бы одно-два Хотя бы новый какой-то салат Да С какими-то такими Интересными ингредиентами То есть каждый Новый год Вы вносите какое-то новое блюдо Да На свое меню Ну да По-разному Ну я да Тоже стараюсь Но не всегда Традиционно лучше А вы так прекрасно выглядите Как сохраняете свою красоту Дополнительно еще спорта Может диеты Какие-то косметологические процедуры Косметические Ну нет, наверное Самое главное что? Ну самое главное Настроение Настроение Занятность С радостью идешь Да Позитивное настроение На репетиции Да Когда ты ценишь то, что есть в твоей жизни Да Когда у тебя есть и работа, и хобби Семья Дети Да, вот именно Хорошо это все дает, конечно Ну как радость жизни Поддерживает Ну и конечно какие-то там ограничения в виде Все равно в нашем возрасте Это все равно нужно То есть немножко Прямо бежишь Прибегаешь домой И больше энергии Начинаешь делать то, что не успел В другие дни И в семье уютнее Да Давайте позовем наших кавалеров Сегодня, да Мы у нас пришли не одни Да С музыкальным подарком Для наших телезрителей Вальс Это давайте поприветствуем Иван Алексеевич Попов И Василий Николаевич Николаев Так, музыку сейчас включим Давайте встанем Да 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Ровно!